Саша Коми. Не подумайте, география, она не саптекара, она сказала, что Коми, потому что как комета, мне кажется, что просто она своей энергетикой может мертвого из комы вылезти, поэтому, как бы можно говорить этими словами, она расскажет про то, как программировать себя на то, чтобы Вселенная делала так, чтобы все получалось в вашей жизни, как вы хотите. Давайте поддержим самого юного участника нашего фестиваля. Это с вами тоже была очень интересная история, как это событие, вот она просто расскажет и спросит. Да, Саша, до чего? Спасибо большое, Глеб. Да, как уже сказали, меня зовут Саша Коми. И сегодня я буду вещать про то, как везде находить возможности, брать удачу за хвост, чтобы Вселенная вас полюбила, пообнимала и так происходил каждый ваш день. Ну и первое, что, собственно, я, что не было запланировано, но я решила все же сказать, потому что меня несколько раз уже успели спросить, Саша, да кто ты тут такая, 14-летняя девчонка, мы тут все взрослые путешественники, взрослые дядьки, которые приехали послушать серьезных спикеров. Чему ты нас вообще можешь научить? Ну, как бы, чему я могу научить? Официальное выступление у меня сегодня, но пела на этом фестивале я уже два раза. Первый – это льгостра, и второй – когда поджигали диван. Было ли это запланировано? Нет. Просто я увидела возможность, просто пошла, взяла микрофон и начала петь. И это про то, что везде, где, казалось бы, да, путешественники, там, причем состворчества, еще вести сочетала, да, но на самом деле вы нужны всегда, и если вы сами считаете, что можно подойти, можно попроситься, можно с кем-то познакомиться, то надо это идти и делать. Следующий слайд. Я хочу рассказать про такую штучку в мозге, которая называется РАС. Ретикулярно-активирующая система. Что же это такое? Тут картинка миндальная связь, потому что это штука в мозге, которая отвечает за то, чтобы фильтровать информацию. То есть, получается, что на что у нас фокус, то наш мозг и берет себе, потому что за день мы получаем колоссальное количество информации, и если мы будем вспоминать все, обращать внимание на все, то мы просто, блин, взорвемся. Поэтому мозг выбирает такую тактику, что он, что то, что мы ему говорим замечать, то он и замечает. Например, так работают аффирмации, то есть, мы там каждый день слушаем «я красивая», «я хорошая», «я успешная», и наш мозг начинает искать возможности и начинает вычленять из картинки мира те моменты, за которые мы можем зацепиться, чтобы понять, что я действительно красивая, я классная. И, чтобы вы поняли, как это работает не на теории, а на практике, я хочу попросить вас оглянуться и найти три оранжевые вещи в этом пространстве. Просто. Три оранжевые вещи. Сами для себя назовите. Сейчас теперь все. Все нашли? Какие? Месла, девушки, комбинизующие кофе. Все, отлично. Теперь закрывайте глаза. И попробуйте мне назвать «три синие вещи». А-а-а, засада. Ну что, есть какие-то идеи? Какие вещи? Только девушка вот справа была. Одна есть. Так, еще. Так это надо закрытыми глазами. В общем, здорово. Это значит, что у тебя отличная память. В общем, все, открывайте глаза. Это про то, что мозг действительно просто вычленяет из картинки, из картинки просто мира того, что мы видим. То, что мы ему запрограммируем, то, что мы ему задаем. Другой вопрос. Если мы ему не задаем что-то конкретное брать, то он будет находить то, что исходит из наших внутренних подознательных установок. Например, если я думаю, что я неуспешная, я неудачливая, то мир именно это будет пытаться вычленить. А ты помнишь, как тетя Люся, соседка и мамина подруга, два года назад тебе сказала вечером, что ты одета, как не пойми кто? И вот это наш мозг запомнит. Поэтому учимся управлять своим вниманием. Следующий слайд. Магия внимания. Как раз про то, что я сейчас говорила. И я хочу просто рассказать, как у меня этим получилось управлять интуитивно. Как-то в детстве, когда еще не было всяких коучей, по крайней мере, их уж точно не было в моем пространстве, у меня не было телефона. И я подумала, блин, вот такая философия не пришла. Интересно, а я вообще удачливый человек? Поднимите руку, кто считает себя удачливым человеком. Супер, вы прошарили жизнь. Потому что я в тот момент подумала, что я неудачливая, но я такая, блин, а если просто представить и просто походить по мне, в смысле, что я удачливая. Просто я себя на ней запрограммировала. Типа, блин, интересно, а вдруг я тот самый главный персонаж сериала? Вдруг я та самая девочка-принцесса, которая здесь самая красивая, самая вообще лучшая, умная и самая-самая удачливая, которую мир, бог, вселенная любят больше всех. И тогда я заметила удивительную тенденцию, что я действительно начала себя чувствовать более удачливой, потому что мир всячески не начал подкидывать моменты, где я начала об этом убеждаться. И это можно объяснить вообще с разных сторон. Первая сторона – это, конечно, вселенная пошла. Это магия намерения, что вот вселенная чувствует наши намерения и начинает нам что-то в связи с этим намерением подкидывать. А если кто-то тут скептики, в чем я сильно сомневаюсь, но тем не менее, если кто-то тут скептики, то я хочу сказать, что это можно объяснить так же просто с точки зрения нашего мозга, что то, на что мы обращаем внимание, то и на то, как мы начинаем контемплироваться, то для мозга становится больше, чем все остальное. Потому что я уверена, что когда вы искали вот эти оранжевые предметы, вам казалось, что их больше, чем синих. Вот. Потому что так работает магия внимания. Следующий слайд. Следующий. Есть несколько способов очистить внимание, которые я хочу вам порекомендовать. Очистить внимание для чего? Чтобы можно было в него что-то новое загрузить и концентрироваться уже на новые вещи. На успех, на возможностях, на... Да на чем угодно, что вы пожелаете. На деньгах, на том, как больше заработать, на том, как больше знакомых найти себе классных. И первое, что я хочу тебе порекомендовать, это Випассана. Это практика молчания. Это... Может быть, кто-то слышал? Это из буддийских традиций. Когда вы уезжаете на 10 дней, просто живете с людьми, которых вы не знаете, с которыми вы не смотрите в руку в глаза, абсолютно ни с кем не разговариваете. У вас нет никаких источников информации. Телефонов, книг. И вот я так съездила на Випассану, 5 дней полного молчания в Подмосковье. И просто я поняла, насколько сильно я увидела, на что мозг привыкает концентрироваться. Что он привыкает концентрироваться. На плохом, на хорошем. Вы на себя концентрируетесь. Или на других людей. То есть Випассана, она проводится. И в Индии, и в Тибете, но и в Москве тоже, ребята. Как бы и в Крыму, и везде. Просто где вы захотите, везде она есть. Как бы только настройте ваш мозг, найти возможности, как вы увидите, что они есть везде. Так же как бы я на Випассану попала, я как бы думала, что это нам только в Тибете выйти, когда мне об этом первый раз рассказали. А потом, бац, я знакомлюсь с человеком, который эту Випассану проводит в Подмосковье. Я такая, о, вау, хочу, еду. Вот так я и поехала на Випассану. Второе, это аффирмация, как я уже говорила, говорим себе, я крутой, я офигенный, я сотрудничаю с крутыми брендами, я блогер, у меня много подписчиков. Понятно, что от них выниматься недостаточно, нужно еще и действовать. Но это помогает как раз, вот этот пункт, чтобы верить в себя, в достижении целей, его как бы закрыть, чтобы это было по умолчанию. Также, что еще вам может помочь, это расклад в метафрических картах, чтобы выцепить из подсознания с помощью образов и картинок, что именно сидит внутри вас, и на что именно вы обращаете свое внимание, и чтобы в моменте это исправить. Например, если вы видите, что вы обращаете внимание, только на плохие моменты картинки, только на какие-то неидеальности, чтобы понять, что блин, это же не просто про карты, это же про жизнь, про то, как я воспринимаю жизнь, на чем я привык концентрироваться. Дальше. Дальше. Да, и если вы вдруг ищите, на что именно кого обратить внимание, я вам представляю прекрасную меня, меня зовут Саша Гоми, мне 14 лет, я самый юный спикер на слете, я певица, поэтому, кстати, вас ждет кое-какой подарочек. Я преподаватель вокала, записывайтесь, научу вас тоже быть яркой девочкой, ярким мальчиком, раскрыть свой голос, за счет этого как раз учиться ловить возможности, когда вы можете спеть, везде, когда и с кем, при каких угодно обстоятельствах, с микрофоном и без. Это огромный плюс в копилку, это очень много возможностей и способов проявиться. И, также, я сейчас начала заниматься метафорическими картами, и, если вдруг, также хотите, консультацию от меня, тоже, вот, мой телеграм-канал, в котором есть ссылки на все соцсети, и на инстаграм, и на телеграм, также, вот, мой ник с Ашахоми, можно меня так найти в инстаграме, и в семеграме, и везде, и в РК, и на ютубе. Спасибо большое вам! Спасибо! Если есть какие-то вопросы... А петь-то будешь? Ты же хотела спеть, нет? Спеть? Спеть! Спеть буду! Давай! Все, начинаем подарок! Пока скажу пару слов, пока включаю на концов, «Откензи»! Это не может быть, к словам, но концов, сейчас... Да? Надо записать. Слышишь? Логик, шутки? Да. Логик, шутки, «Логик, это, вот, 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 в Андрете. У меня одна не лопала. Так же. Та, чем? Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я отпускаю, которая, кстати, скоро выйдет на ютубер. Субтитры создавал DimaTorzok Отпускаю и в небо улетают твои желания на дороге. Свету мы в полете, к мирозданию. К мирозданию. Субтитры создавал DimaTorzok Отдайся по ногу, отдайся в любовь. Душа и вселенная будет одного, и я буду рада, вот ты мой малыш. Ты сможешь прожить, все мотивы отрутишь. Наверное, это мой рай. Ты сегодня очень вера. Две часы заменеет. После чего всегда назовеет. Не знаю, это мой гальф. Ты со мной на тепла. Да мы же в себе в этом солнце. Донем снова, отпускаем в небо. Улетают твои желания на дороге. Свету мы в полете, к мирозданию. Донем снова, отпускаем в небо. Улетают твои желания на дороге. Свету мы в полете, к мирозданию. Прожинаем в слезы и на глубинах струл моей души. Люди, жили все сверты и сквозь очки. Свету мы в полете, к мирозданию. Спасибо. Спасибо вам огромное. Очень рада, что здесь познакомиться. Спеки меня на сайте в первый раз. Все, вы лучше.